Инструктор-наркодилер в Ленинском районном суде решилась участь инструктор одного из городских автошкол. 30-летний ярославец, увязший в долгах, решил обогатиться преступным путем. В своей квартире он обустроил нарколабораторию по производству амфетамина. Что из этого вышло, узнала Елена Третьякова. 100 граммов амфетамина потянули на 6 лет. Особо крупную партию наркотика произвел в собственной квартире Алексей Курбатов, инструктор одной из городских автошкол. Правда, сбыть их до конца так и не сумел. Трехмесячный беспребойный конверс смерти прибыль приносил недолго. Конец преступному бизнесу положила контрольная закупка госнаркоконтроля. 15 декабря 2012 года, в 19.23 минуты, Курбатов, продолжая реализацию своего преступного умысла, получил денежное средство в размере 5000 рублей от Ивамула, обследование участвующих в роли покупателей, проводимый в сотрудничестве в России, в городском области, оперативно-рагестном мероприятии, проверяющей на закупках. В ходе обыска улику обнаружили в холодильнике преступников. Пакет с убойной дозой амфетамина лежал рядышком со сметаной и молоком. Наркодельца, видимо, не пугало, что домочадцы, в том числе и 10-летний ребенок, могут перепутать наркотик с какой-нибудь биодобавкой и употребить. Во время обыска были найдены и различные приспособления для изготовления амфетамина. В свободное от химического производства время Курбатов обучал водителей новичков. В автошколе о хобби инструкторы не догадывались. В материалах дела имеются сведения о том, что имеются десятки похвальных отзывов от учеников автошколы, а именно в отношении него. Производство, хранение, приготовление, избытно, оно кончило с тем, что ни денег, ни излечения не получило. Сам Алексей Курбатов объясняет преступную подработку сложной жизненной ситуации. С правильного пути наркоделия разбили несколько кредитов и слабое здоровье. Да еще и маленький ребенок на иждивении. Впрочем, времени на рассказ этой печальной истории сокамерникам у него будет предостаточно. Ленинский районный суд приговорил инструктора Марка Юльца к шести годам лишения свободы.